А сейчас об этих и других событиях более подробно. Об итогах проведения 55-летия Магнитогорского городского совета ветеранов, а также подготовки мероприятий новогодней кампании, говорили на аппаратном совещании в администрации города. Заслушала доклады и наша съемочная группа. Совет ветеранов – одна из крупнейших общественных организаций города. Она объединяет три районных и 373 первичных ветеранских организаций. Их общая численность – более 104 тысяч человек. В этом году городская ветеранская организация отметила 55-летие. За это время она прошла замечательный путь, и есть чем гордиться. Пятерым нашим землякам присвоено высокое звание – почетный ветеран Челябинской области. Сегодня в строю 80 ветеранов, имеющих звание почетный ветеран города Магнитогорска. Юбилейный год был насыщен яркими событиями. Активисты Совета ветеранов посетили город Волгоград. В Центральный музей Великой Отечественной войны делегация доставила флаг Магнитогорска, который стал частью экспозиции. Также ветераны постоянно участвуют в спортивных событиях. Так, город Металургов занял первое место в спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области. Кубок, который они заслужили, заработали, причем не в дар, не в подарок, огромным трудом, в спорте доказали свою значимость и свое превосходство над прочими другими. Ну, это же хороший показатель, когда в спорте выявляется лидер. Говорили на аппаратном совещании и о новогодней кампании. В Магнитогорске расположится семь ледовых городков. Их открытие будет сопровождаться праздничными поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Обширную программу представят и учреждения культуры и дополнительного образования. Драматический театр, театр Буратино, концертное объединение, Дом творчества детей и молодежи подготовили свои театрализованные представления для ребят. В период с 17 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования для детей города организовано проведение новогодних театрализованных представлений. Ожидается, что мероприятия новогодней кампании этого сезона в городе Магнитогорске посетят порядка 86 тысяч маленьких зрителей. Мы в этом году постарались охватить буквально всех детишек нашего города. Отдельно выделяем категорию и семьи мобилизованных наших товарищей, которые служат. Вот еще раз подчеркиваю, этим семьям особое внимание нужно уделить в дни новогодних каникул.